Библия самая популярная книга в мире, но так хорошо ли мы знаем о ней, как думаем? Добро пожаловать, это 10 вещей, которых вы не знали о Библии. Каждый год появляются книжные бестселлеры, которые все же рано или поздно забываются. Но не Библия, которая удерживает позицию бестселлера уже не один десяток лет. Ежедневно на свет появляется около 40 тысяч экземпляров Библии. Так что можно сказать, что каждую секунду появляется новая книга. Представьте людей, которые не отмечают дни рождения. Сейчас мы представили себе свидетелей и еговы, но их можно понять, ведь в Библии каждое празднество дня рождения заканчивается убийством. Боитесь ада? Может это потому, что вы ничего о нем не знаете? Тогда вот вам полезная информация. Температура до 718 градусов по Цельсию. Температуру вычислили ученые по сопоставлениям цитат из Библии. Так что если вы хотите перестраховаться, то стоит начать готовить себя к высоким температурам. Тем более, что точная цифра уже есть. Библия, как бы это абсурдно не звучало, является самой часто воруемой книгой. Представьте себе такого вора, который украл Библию только для того, чтобы потом в ней же и прочитать о том, что воровство это грех. Библия написана не одним человеком, а всего авторов было около 40. Книгу писали совсем не похожие друг на друга люди, начиная от царей, продолжая врачами и заканчивая пастухами. Имена авторов часто заглавливают названия глав Библии. Что самое интересное, авторы жили даже в разное время, но все написанное не противоречит друг другу. Любите вино? Тогда к Библии вам точно понравится, потому что слово вино упоминается в книге 450 раз. А святой Павел как-то советовал своему ученику поправить здоровье вином. Так что если вам кажется, что у вас болит нога, вино вам обязательно поможет, только помните, что все в меру. Праведник Ной не только спас каждую пару по паре от потопа, но и узаконил рабство, прокляв одного из своих сыновей Хама, сказав, что его потомки будут рабами у потомков его братьев. От Хама пошли хамиты, от Симы семиты, от Иофета европеоидная раса. Этим библейским проклятием часто пользовались американцы, держа рабов, указывая, что Библия разрешает. В Библии описывается жестокие убийства, особенно в Ветхом Завете, но этот случай что-то из ряда вон. В дом мужчины ворвалась разгневанная толпа, а в качестве выкупа за свою жизнь, хозяин дома предложил свою наложницу, над которой впоследствии издевалась толпа. Наутро мужчина вышел из дома и на пороге своем обнаружил мертвую наложницу, но вместо того, чтобы похоронить ее, он расчленил ее труп и отправил кусочки тела по всей стране. В 17 веке король Англии Яков I решил перевести Библию на английский язык. Идея, конечно, хорошая, но вот реализация подвела. В результате почти весь тираж Библии короля Якова был сожжен, и всего из-за одной ошибки в седьмой заповеди, в которой призывали изменять. А заповедь гласила «Прелюбодействуй». В 18 веке первый американский президент Джордж Вашингтон, вступая в должность, положил руку на Библию со словами «Да поможет мне Бог». С тех пор и пошла традиция приносить клятву на Библии. А по законам Библии, кстати, клясться запрещено. А вот что не запрещено на моем канале, так это ставить лайки и в огромных количествах. Ну и подписываться, конечно, не помешает. На этом все.